Внешний вид дома номер 6 по улице маршала Захарова не внушает оптимизма. Трещины, подтёки, летящие сверху кирпичи. Огородили и на этом всё. Это с какого времени они это сделали? Это мы подали в суд на них. Они за время суда сделали только вот это и всё. Огородили? Да, и собрали свои полномочия и сказали, мы от вас отказываемся. А какая управляющая компания? Называлась она «Октан». А теперь уже другая? У нас теперь вообще никакой нет организации. Грядущей весне жители этого дома, мягко говоря, не рады. Весна – это бурное таяние снега. Это частые дожди, от которых крыши строения, возведённого в 1957 году, имеющего статус многоэтажного жилого дома, не спасают. Без антон невозможно ходить. Как с вешалки в театре, проблемы в доме начинаются с массивной лестницы. Лужи, подтёки, отсутствие стёкол в оконных рамах. Нигде нету рам. У нас нигде ничего нету. Нигде стёкол нету. Хорошо, что продолжаются заморозки. Вот теперь люди до своих квартир добираются через лужи. Не видно дна было. До первого этажа проток. Текёт и продолжает течь. А управляющей компании просто нет дела. Они только пришли, сфотографировали и всё. Я говорю, родненький. Я говорю, ну что же вы творите? Только сейчас родненьких у злополучного дома не осталось. Четырёхэтажное строение на 80 комнат осталось сиротой. Они расторгли втихаря, можно сказать, договор в одностороннем порядке. Бросили нас на произвол судьбы. Как хочешь, мы уже и так сами по возможности весь ремонт берём на себя. Странно, хоть и нет управляющей компании, а жители платят по прежним квитанциям. 3 180 рублей за услуги, да? Да. Эти услуги хорошо видны в помещении кухни четвёртого этажа. Льёт и обваливается прямо в кастрюле. Вёдра – непременный атрибут быта жителей дома. Тут не дышать, не жить невозможно, находиться невозможно. У меня приступы усилились в этой комнате. Только стоило мне зайти, я асматик. Вот, стоило зайти и всё, караулы. Комната пенсионерки Елены Геннадьевны жилой назвать трудно. Уют создать невозможно, хронически льёт сверху. Все обои начали отваливаться, плитка вот на потолке. Это и до самого, отсюда вот это вот всё, а до сюда вот пошло всё. Стол, там вот с той стороны не посмотреть. Новый стол, он компьютер не стал, он сдыбился. Дырявая крыша – не менее проблемный чердак. На половину бабка обвалилась, вот, на фасаде. А то, что обвалилась, в руки берёшь, и оно прямо сгнившее. То есть туда опасно вообще залезать? Она развалилась просто, всё. А на середине, там сосед залезал, говорит, на середине крыши. Там балка вообще провисла, самый верх. А ещё жильцов напугала рухнувшая в подвал плита. Думали, не выдержит стены. Получается замкнутый круг. Если не зальёт, так обвалится или провалится. Ремонт эти аварийные стены не видели со времён Советского Союза. Правда, в прошлом году жители с удивлением прочитали, что в их доме была отремонтирована крыша. Кто делал, когда, где результат, недоумевают люди. И мы, в свою очередь, задаём вопрос, почему люди живут в таких условиях, и кто за это должен отвечать. Очень бы хотелось, чтобы власти города нас заметили. Мы всё-таки не пустое место. Мы также живём, также дышим. Также платим налоги все. И хочется нам жить, а не так вот доживать, как я.